Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировские семьи оказались самыми бедными в ПФО. Рейтинг благосостояния российских семей подготовили эксперты РИА Новости. Кировская область оказалась в нем на 67-й строчке. Из ПФО ниже никого нет. У Мариэл 65-е место, у Ульяновской области 62-е. Среди регионов Приволжского федерального округа лидер Татарстан на 16-м месте. Судя по подсчетам экспертов, в семье с двумя детьми в Кировской области после всех обязательных расходов в среднем остается 17 тысяч рублей, с одним ребенком 31 тысяча. У лидера рейтинга Ямала-Ненецкого автономного округа цифры на 100 тысяч выше. В Москве это второе место. 90 и 103 тысячи рублей соответственно. В конце списка, как обычно, регионы Северного Кавказа. Там цифры даже с минусом. Так, в Кабардино-Балкарии семье, чтобы прокормить двух детей, надо каждый месяц залазить в долг на 7 тысяч рублей. ЭКОНОМИКА Илье Шульгину не удалось обжаловать приговор. Судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы на приговор бывшему главе администрации Кирова Илье Шульгину и экс-руководителю ДПИ Алексею Ишутинову, сообщает портал Источник онлайн. Апелляционные жалобы на приговор подали защитники и представители потерпевшего. Илье Шульгину, напомню, дали два с половиной года лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями при приемке дорожных камер, которые, как оказалось, не соответствовали условиям контракта. Алексей Ишутинов приговорен к полутора годам колонии. После рассмотрения апелляционных жалоб суд оставил приговоры обоих без изменений. Отмечается, что это решение может быть обжаловано в кассационной инстанции. В качестве способов покупки троллейбусов власти Кирова рассматривают концессию и лизинг. Об этом на совещании в правительстве доложил глава администрации Вячеслав Симаков. По его словам, у мэрии уже есть концессионное предложение от частной компании. Чтобы обновить парк, закупить необходимо 50 троллейбусов. Отмечу, ранее Вячеслав Симаков заявлял, что городские власти активно работают над тем, чтобы Киров принял участие в федеральной программе по обновлению парка электротранспорта. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».